Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология», в суде Сергей Медведев. Не могу не откомментировать то, что только что услышал в новостях, что чиновникам не рекомендовано говорить, как там «Спасибо, на хлеб не намажешь». Это, конечно, потрясающе. Русский язык очень много фраз произвел в этом ключе. «Спасибо, на хлеб не намажешь», «Спасибо, в карман не положишь», «Спасибо, шубы не сошьешь», «Спасибо, не булькает». Это вот только то, что я сейчас вспомнил. И это удивительно. И удивительнее всего вера наша в то, что если чиновникам запретить говорить эти фразы, то коррупция каким-то волшебным образом сама собой исчезнет, растворится. И, вы знаете, я это говорю к тому, что Россия — это страна, победившая семиотики. То есть у нас вот очень любят знаки. Вот, скажем, мы будем бороться с какими-то фразами, и исчезнет сама коррупция. Или вот еще, к примеру, о знаках. Подъезжая к стольному городу Москве по трассе М1 около двух недель назад, уже на расстоянии ста километров от Москвы начинают появляться огромные синие щиты с надписью «Инновационный центр Сколково». То есть их частота гораздо больше, чем, собственно, частота появления самой Москвы на этих информационных указателях. И чем дальше, тем больше. То есть там, где уже с Минского шоссе идет поворот направо на Сколково, там просто какие-то умопомрачительные указатели. Можно подумать, что вообще это какая-то вторая столица образовалась. Те же самые щиты со вчерашнего, по меньшей мере, дня я увидел на всем Кутузовском проспекте, который тоже ведет в вожделенном западном направлении, от Кремля и дальше огромные синие щиты, которые размером, я не знаю, там, третье кольцо и так далее, инновационный центр Сколково. То есть вот по части обозначения Сколково у нас все хорошо. Вот я хочу понять, насколько эти знаки скрывают или маскируют реальность, реальность инноваций, реальность вот этого вот глобального тотального Сколково. И тему я хотел вот как подставить. Отталкиваясь от Сколково, поговорить вообще, способна ли Россия к инновациям. Что мы, русские, собственно, такого инновационного произвели во все века русской истории, и в 20 веке в том числе, и способны ли мы сегодня в дальнейшем заниматься инновациями. У нас в гостях Ирина Дежина, заведующая сектором экономики, науки и инноваций, кстати, и мы Муран. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. И руководитель медиалаборатории РИА Новости Василий Гатов. Добрый вечер, Василий. Добрый вечер. Ну вот, чтобы, собственно, с темой Сколково поначалу, ну уж не разобраться, но понять, хотя бы начать понимать, ведь три года уже практически прошло, что сейчас что-то за этими рекламными счетами, есть какая-то реальность? Ирина, насколько вам известно? Ну, насколько мне известно, есть. Другое дело, что, конечно, этот проект же изначально начинался как политический, и поэтому с огромными деньгами, как любимое детище президента Медведева, поэтому сразу, мне кажется, от самой постановки, как это начиналось, уже было негативное отношение априори, что бы там ни начали делать. Ну, если говорить о том, что сейчас, то, скажем так, ситуация сложная, поскольку политика, безусловно, влияет. И влияет в том смысле, что если кто-то был любимое дитя, а потом им быть перестало, то вот в то время, когда это было любимое дитя, наверное, было, ну, всегда такие тепличные условия, они порождают в какой-то степени определенный инфантилизм и не учат бороться за жизнь. Поэтому вот сейчас придется именно так бороться за жизнь, за бюджет, показывать какие-то результаты. Впрямую, назову, вопрос поставили. Сколково было создано, когда вся эта шла, весь этот трек про инновацию и модернизацию Медведевскую. Сейчас времена другие. Сейчас мы ищем духовные скрепы. Вот в этом мире духовных скреп, Сколково вообще жизнеспособно? Ну, понимаете, вы как-то вопрос ставите очень или-или. Грубо. Нет, да. Духовные скрепы, не знаю, это какой-то другой лозунг, но, скажем, одно не отменяет другое. Другое дело, что да, вы правильно говорите о том, что, скажем, уже в прошлом году слова инновации, модернизация во всех ключевых документах, скажем, берем послание президента, там, послание насчет бюджетного года, бюджетного кодекса. Кодекса, да. Все это уже нет слов. Немножко растворилось. Если вы возьмете речи Путина и посмотрите, там ни разу не употребляется слово инновации. Вот у нас, да, нет слова. Да. Вот, но зато появляется слово гораздо чаще наука. Но, к сожалению, в контексте собеса, то есть там же, где больше учителям зарплаты, врачам там поддержать, то есть наука получается такая еще одна социальная категория обездоленных, которые вроде как надо поддержать. То есть это отрыв от инновации. Василий, а вы верите в Сколково? Вот как в Россию. В Россию можно только верить. А вот в Сколково вы верите? По-подчерски, да. А вы знаете, у меня довольно много людей вполне знакомых, занимаются сколковским проектом. И многие из них делают это абсолютно искренне и пытаются очень серьезные вещи решать и поднимать и продвигать, и находить, и так далее. Проблема заключается в том, что я вообще не очень верю в развитие без инфраструктурных решений. Вообще, стратегически. Я считаю, что для того, чтобы происходило быстрое или хотя бы поступательное развитие, должны приниматься инфраструктурные и инфраструктурные решения, которые меняют атмосферу в обществе. Вот как верно заметила Ирина, что атмосфера, она в некотором смысле формируется политическим языком, например. Она формируется системой сообщений вербальных и невербальных, которые исходят от власти. И вы тоже об этом говорите. Вот там духовный скреп. Нет, Путин продолжает повторять и про модернизацию, и про инновации. Вот вчера провел совещание по поводу создания государственного фонда посевных инвестиций. Это, конечно, такая идея мощная, но другое дело, что посевные инвестиции, они должны куда-то... Нужна почва, куда они будут падать. А проблемы-то в основном именно с почвой, а не с деньгами. В России не очень много проблем с деньгами. В России много проблем с кому их давать. А является это следствием, с одной стороны, очень существенного нарушения образовательных процессов, естественных, которые нарождались. И, с другой стороны, выхолощиванием науки, которое превратилось, действительно, согласен, в социальный институт, а не в что-либо другое. Ну да, не в производительную силу. И, заметьте, началось это, на самом деле, ни в коем случае не в последние 12 лет. Эта тенденция, по большому счету, началась в середине, наверное, 80-х годов, даже раньше. Ну да, некое загнивание советской науки и ее превращение в такой большой ежедневенческий институт. Ну вот считается, что стагнация уже вот кадровая, когда усложнен кадровый рост, консервация структуры, интенсивное развитие, все это к 60-м годам, даже раньше. То есть то, к чему подошли к распаду СССР, уже совсем было. Я думаю, что примерно между понедельник начинается в субботу и сказкой о тройке. Да-да-да, очень четко, очень четко, да, ничего все это зафиксировало. Ну да, раз уж мы заговорили о науке, об Академии наук, она вообще никаким образом сейчас на инновационные, ну, может быть, отдельные проекты только какие-то выходят, но в целом, как я понимаю, у меня есть несколько знакомых, которые занимаются действительно инновационным бизнесом, инновационными проектами, и они мне просто с ужасом говорили о своих немногих контактах, которые они имели с Академией наук. От них я слышал слово «мафия». Что вот это люди, которые сидят, хотят откатов и так далее. Ну, понимаете, как? Академия наук, о чем говорить? Вот есть, обычно ругают, вот есть президиум, застарелая структура, есть институты Академии наук, в институтах есть какие-то очень хорошие группы, и не очень хорошие группы, и совсем, так сказать, паразитирующие группы. Поэтому, наверное, если смотреть в институциональном смысле, то это не инновационная структура. Наоборот, она консервативная, более того, она гордится тем, что она консервативная, потому что считает, что благодаря этому она и сохранилась. Всегда идет апеллирование, что Петр Первый ее создал, не вам ее закрывать и так далее. Но вот так вот, когда говорит Академия наук, поскольку я сама работаю в Академическом институте, но настолько разные люди и разные коллективы. И когда говорит, вот вся Академия наука плохая, как-то обидно, потому что это идет подмена понятий. Люди имеют в виду руководство, скажем, стиль управления, а получается, обидели всех. Хорошо, давайте от Академии такой, так сказать, обидной темы перейдем, действительно, к инновации, к теме нашего эфира. Вот давайте опять-таки посмотрим абсолютно таким наивным, кандидовским, непредвзятым взглядом. А зачем вообще инновации? Вот произошла какая-то у нас медведевская подача, последние несколько лет произошла, по-моему, такая фетишизация. Вот обязательно нужна нам инновация. А ведь, по-моему, много стран, которые живут прекрасно без инноваций и используют чужие изобретения. Вот зачем нам инновация, чтобы ВВП от нее вырастет? Ой, ну это совсем постановка инновации. ВВП, ну, знаете, вот... Благосостояние. Она как-то соотносится с благосостоянием людей? Должно соотноситься, конечно. Я помню, что года три назад был какой-то очередной... В Томске устраивать любили вот такие большие инновационные форумы. Я помню, что собрали группу журналистов, и первый же вопрос был, а скажите вообще это, а зачем это надо-то? То есть этот вопрос получается неотвеченный уже несколько лет. Но мне кажется, для того, чтобы лучше жить, то, что называется качество жизни. А еще зачем? То есть так или иначе, даже те страны, которые ими не занимаются, а покупают инновации, получается, что через покупку инноваций это имитационные инновации, но их жизнь улучшается. Ну, давайте, может быть, я в меньшей степени философски на это отвечу. Есть, даже, довольно прямая экономическая связь между технологическим развитием. Инновации все-таки скрывают за собой технологическое развитие. Точнее, даже не вообще технологическое развитие, а технологическое развитие, которое прямо связано с конечным потребителем. Потому что инновационное оружие создается само по себе. Ну, то есть, условно говоря, оно создается, и мы, в общем, даже не обязаны знать, как оно функционирует и что оно делает. Для этого есть специально обученные люди. А когда речь идет о влиянии этого на нашу с вами жизнь, это потребительские инновации. То есть инновация должна быть социально востребована. Да. Социально-политические, в смысле, нами, потребителями политики. И потребить нами, как потребителями-потребителями. И так, консюмеристки востребованы и так далее. Так вот, по большому счету, крупнейшей инновацией, например, 16 века, был совершенно не Галилео Галилей. А кто же? А Мартин Лютер. То есть, как некая социальная технология. Потому что это, как результат 85 тезисов, это изменение социального ландшафта Европы, которое открыло возможности для всех остальных изменений. Поэтому вот, например, вам вот такой парадокс, попробуйте поспорить. С другой стороны, есть инновации, которые имеют прямой экономический смысл. Которые напрямую связаны с более долгосрочными тенденциями, которые на сегодняшний день мы, например, базово не чувствуем. Или, точнее, не чувствуем, насколько они важны. Например, роботизация. Пределы производительности труда человека нормального, они довольно понятны. Они уже почти достигнуты в тех местах, где произошла абсолютизация конвейерных процессов, структурирование процессов производства и так далее. Дальше человек с такой скоростью работать не может, с таким постоянством работать не может и так далее. Возникает естественный спрос на роботов. Но дальше возникает спрос на тех, кто эти роботы будет уметь управлять. Дальше возникает спрос на то, как сделать так, чтобы эти роботы были эффективны как человека, в том числе. А что делать людям, которые освобождаются при замене на роботов? Возникает потребность в неких новых видах занятий. Эти занятия не являются... Они не могут быть регрессивными. Нельзя людей, которые освободились на заводе, отправлять копать картошку. Они, в общем, довольно квалифицированная рабочая сила. Надо придумывать им что-то новое. И вот эти процессы, которые мы называем инновационными, например, в Соединенных Штатах, абсолютно четко явились следствием первой волны робота-революции. Робота-революции. Потому что просто возникло много квалифицированной рабочей силы, которую надо было чем-то занять. Ну да, но здесь в любом случае существует связь. Инновация, технология не существует отдельно от общества. То есть должно быть общество, готовое воспринять эту инновацию, воспринять эту технологию. Китай в 16 веке, в 15 даже, стоял на пороге индустриализации. Все изобретено. Порох, бумага, деньги, водяной молот. Слава богу, Марк Пол все нам расписал. И что? И ничего. И ничего не было востребовано. И император запретил мореплавание, запретили суда выше, там тысячи-тысячи тонн запретили компы, запретили карты, и Китай медленно, тихо, 500 лет шел ко дну. Говорим об инновациях сегодня. У нас в гостях Василий Гатов, руководитель медиалаборатории Реановости, Ирина Дежина. За все, которые мы ураны. Мы вернемся после небольшого перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Говорим сегодня об инновациях. Завсектором ММО «Ран» Ирины Дежиной и руководителем медиалаборатории Реановости Василием Гатовым. Вы знаете, гляжу я, собственно, печально я гляжу на наше поколение. Гляжу я на список инноваций, которые и так были с помпой анонсированы последние годы. Все они каким-то образом с хрустальным звоном растворились в воздухе. Где ФОБОС, грунт? Где система ГЛОНАСС? Помню, пару лет назад Чубайс обещал какую-то электронную читалку на супертонкой бумаге, вот на российской электронной бумаге, будет такая читалка, которая будет поставляться во все классы школ. Была, по-моему, там российская операционная система, которую хотели там военно использовать. Ничего нету. И вот это меня, конечно, совершенно несоответствие всех наших заявленных инноваций и реального выхода очень сильно удивляет. Какой вопрос хочу здесь поставить. Вот Сколково. А может ли вообще существовать такой остров инноваций в Российском океане? Может ли Сколково существовать отдельно от страны? Нет, конечно, не может. Если это ко мне вопрос. Не может существовать, но именно поэтому оно сейчас пытается стать неостровом. То есть оно, вернее, уже стало неостровом. И судя по тому, как идет стройка, вряд ли будет. Развивается нечто виртуальное. Связи с разными институтами, вузами, проекты, которые распределенные где-то. Ну, то есть фактически, ну, не знаю, мне кажется, ну, точно у нас опыта зон не удается. Ни особых экономических, ни особо технопарков. Ну, в общем, причина не то, что что-то магическое, а на самом деле, во-первых, обещания. Отчасти шапка закидательная, может быть, не надо обещать, то, что понятно не сделается. Там, скажем, у Роснано есть показатель достигнуть, по-моему, 900 миллиардов нанопродукции, но это уже понятно, что ничего не будет. И второе, это все вот эти вот меры, вот вы называете, они очень быстро меняются. То есть государство все время ждет, что отдача будет через год-два. И все почему-то ждут. А, так сказать, средний срок жизни, когда инновация оправдывается, там, 7-10 лет, но на это совершенно нет времени. Если бы хотя бы одна мера у нас подействовала, сколько-то там нормальное количество лет, может быть, мы что-то увидели. Ну, да. Ну, условно говоря, давайте прямой экономический пример. У нас плоская шкала подоходного налога подействовала по-настоящему, вот, собственно, в кризис, да, когда практически не произошло снижение потребления. Именно потому, на самом деле, что у нас плоская шкала подоходного налога. 7 или 8 лет. Ну да, с 2001 по 2008, да. Вот, и, соответственно, ожидать, что инвестиции, неважно, сделанные или обещанные, или доступные, которые можно взять, ну, не в любую минуту, но там, соблюдая некие правила, и для того, чтобы они оказались эффективными, требуется время. Вот просто время. А история в том, что и политический цикл, короче, а еще больше цикл публичной отчетности, ну, некой и представляемой политическим классом публичной отчетности. Условно говоря, губернатору надо перед президентом или премьером два раза в год сделать кул, как в фильме «Кинозадза», да. И вот это кул должно содержать некий результат, в том числе и по графе инноваций. При этом, на самом деле, есть места в России, локальные, где делаются потрясающе интересные вещи на уровне инновационных мер, про которые мы даже не знаем ничего, потому что люди это делают сами по себе, без какого-то специального. Например, в городе Тамбове, вот вы подумайте, в Тамбове существует городская служба, которая знает, где находится каждый автобус и трамвай, и троллейбус в городе. Вы можете в реальном времени следить, на остановке видно, во сколько он приедет, и так далее. На GPS-е, да? На ГЛОНАССе. Кстати, по поводу ГЛОНАССа вы не правы. ГЛОНАСС работает, и ничего страшного с ним нет. И, кстати, это тоже к вопросу. ГЛОНАСС начали делать 11 лет назад. Ну, в Тамбове, да. Как в Германии или в Швейцарии, там эти табло висят, и там видно, через сколько минут и секунд подойдет автобус. И никто особенно не кричит об этом. И Тамбов неизвестен как центр инновации. Я не говорю, что Тамбов центр инновации. Мы просто взяли и сделали. И, кстати, то же самое абсолютно к вопросу о науке. Есть очень интересные новые формы организации науки. Но и очень успешная наука в международном сотрудничестве, прекрасная, но они пытаются наоборот себя скрывать и показывать, потому что как только ты становишься публичным, что-то такое портится. Да, тебя замечают, к тебе приходит либо следственный комитет, либо налоговая проверка, либо тебя берут в какие-то большие госпроекты, где надо 80% откатов платить. Да, у нас, конечно, с этим сложно. Вы знаете, ну вот здесь уже Василий упомянул имя Кулибина нашего, и вот я хочу поставить вопрос Реброва, в том числе задать его нашим слушателям. А способна ли вообще Россия к инновациям? Является ли Россия инновационной страной? Вы бы привыкли думать о себе как о некой западной стране, которая так или иначе воспроизводит все основные модели западной жизни. Вот воспроизводим ли мы инновации? Телефон наш студийный 651099,6, код Москвы 495. Скажите, способна ли Россия к инновациям? Ну вот я хочу нашим гостям задать вопрос, а что вообще вот так, если широко посмотреть, мы дали миру в 20 веке из такого инновационного размития, из каких-то девайсов, там, гаджетов, кроме автомата Калашникова? Я хотела, если можно, значит, на другой вопрос в предыдущий ответить. Хорошо. Что вот смотрите, какая интересная вещь. Вроде как Россия считается плохо с инновациями, да, вот Кулибин и вот эти все вещи. Да. С другой стороны, когда наши люди уезжают за границу, скажем, в Америку, там, они превращаются в инноваторов. То есть, дело не в людях, а в условиях, в среде. В среде. Конечно, я не поставил вопрос, способны ли русские к инновациям. Конечно, он у нас, Сергей Брин, есть, пожалуйста, расцвел. Олег у нас на линии, слушаем вас. Да, здравствуйте. Ну, у нас, как бы, они к инновациям готовы, и на самом деле есть инновации, которые, ну, контролируются определенными спецслужбами. То есть, на самом деле, я вот видел экспериментальную установку, которая реально производит электричество без топлива, да, но на самом деле больше 10 километров ее не дают производить и только в рамках неокна. Ее можно продавать. Ну, понятно. А почему такая секретность-то вот? Ну, действительно, удивительная установка. Может, она вообще мировую энергетическую революцию произойдет? А она действительно мировую революцию. Так почему она закрыта-то? Почему ее не коммерциализовать, не монетизировать? Ну, люди боятся, что отстрелятся сразу. Ну, то есть, она реально существует в Петербурге, вот, и они ставят на некоторых там производствах ее, но маскируют, подположим, под дизельный генератор. Вот, чтобы, ну, об этом как бы не очень... Интересно. Спасибо. Это действительно то, что может... Ну, то есть, да, вот то, что Ирина сейчас говорит, что в России страшно засветиться со своим изобретением. Напомню, наш телефон студийный 65-10-99-6 способен ли Россия к инновациям? Ну, я, наверное, отвечу яскоро так, что в 20-м веке, конечно, не так уж мало инноваций здесь, в России, было придумано и сделано. Вообще-то, давайте, честно признаем, что, конечно, в области ракетной техники, в самом широком смысле этого слова, мы совершенно до сих пор, эксплуатируя наследие советское, да, частично заполученное в Германии от Вернерфон Брауна, но точно так же Вернерфон Браун работал на американцев. Здесь абсолютно однозначно, и это очень много инноваций, и ракетные двигатели, и работы академика Люльки, и так далее, это все, это все очень... Ну да, но был прорыв Королева, но что было после Королева? Мы по-прежнему летаем на тех же, собственно, востоках, на которых улетел Гагарин. Ничего принципиально нового, кроме Бурана, не было, и где сейчас Буран? Ну и да, и нет, потому что, на самом деле, на сегодняшний день та же Синеват, которая была сделана уже гораздо позже и сделана в совершенно новых идеях, она вполне себе инновационная, равно как и Булава. Это новые ракеты, которые делались, в общем, с нуля. Нет, еще раз, вот это зона, в которой у нас есть там серьезный, серьезный приоритет. Ну да, и философский, если брать, от Вернадского, от Циолковского, весь космизм русский. Космизм русский, да. Значит, есть зона неожиданная, про которую все забываются, например, там очень большая часть структурной лингвистики, которая, с которой, собственно говоря, начался наш разговор, там, да, как бы про ассемиотику и означаемое и означающее. На самом деле, разработанной и развита и во всем мире признана, что русскими лингвистами, да, начиная от Якобсона, да, от Якобсона и Шкловский, Глокая Куздра, Щерба, и заканчивая вполне еще живыми мельчуком Борисом Андреевичем Успенским и еще десятком ученых, которые Залезняком и так далее. Это фундамент мировой лингвистической скажем, пражески, но при этом русские работали в пражеском лингвистическом кружке. Почему же они оказались в Праге? Андрей Александрович Залезняк и профессор МГУ пока еще, насколько я понимаю, но прежде всего он профессор Женевского университета. Ну да, тут, конечно, вопрос, где развиваются наши инновации. Вот это интересный поворот, конечно, чтобы и в том числе нашим слушателям, которые уже звонят, что инновации не надо думать только как вот некий технический девайс, что вот как Василий уже упомянул и Мартина Лютера и российскую собственно весь структурализм это некие интеллектуальные технологии. Способна ли Россия к инновациям? 65, 10, 99, 6. Георгий на линии. Слушаем вас. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Значит, ну, вообще-то история показывает, что открытие, изобретение, инновации у нас сколько угодно было. Радио Попова, черно-белое и цветное телевидение из Ворыкина, радиолокатор Павел Кондорович Ощепков изобрел, его посадили. Вот, сколько делал Целковский, да, сколько Чижевский просто бесчисленный там, и у Ленарда 20-го века. Как вы-то не знаете эти вещи. Не, телевидение, не понимаете, Зворыкин на Западе. Понимаете, у нас... он здесь, там ему дали внедрить, потому что его белый офицер, его хотели расстрелять, вы знаете, белый офицер. Он случайно сбежал, оказался в Америке, Колчак послал закупать электрооборудование. И там, когда он узнал, что Колчак проиграл, он начал там с этого, работал на кассе, потом его случайно там дали, потом и так далее. Спасибо, Георгий, мы прекрасно понимаем, что вы знаете эту историю, спасибо за хорошие примеры, но вот опять-таки, понимаете, Зворыкину дали внедрить в Америке, потому что инновация, понимаете, это вот очень важно, нам кажется всем понимать, что это не только изобретение, но это и внедрение. Это вещь, которая овладевает массами. Так что, еще раз ставлю наш вопрос, 65, 10, 99, 6, способны ли России к инновациям? Вы знаете, вот я что хочу здесь сказать, что Россия, она как-то, вот я не знаю, вот для меня, например, очень важный пример левши. Вот наша такая инновация. Есть некая западная технология, которая мы можем как-то на коленке приспособить под себя, доказать, что мы ничем не хуже западников, и что? И что в результате происходит с левшой? И в результате, так сказать, государю-императору не передают, чтобы оружие кирпичом не чистили, и Россия проигрывает в Крымской войне. Вот мне кажется, вот этот разрыв русских кулибинах, с одной стороны, и массовые социальные технологии, внедрение вот этого всего, собственно говоря, даже инжиниринга, он и не дает состояться нашим инновациям. Ирина, вот как вы считаете, кулибин это такой, или даже левша Лесковский, это пример? Вот знаете, вот с левшой мне кажется, очень интересно, потому что можно еще с такой стороны посмотреть. Он изобрел что-то, то есть сделал, подковал лоху, а это нужно кому-то. То есть, у нас почему-то еще очень много инноваторов, которые что-то такое изобретают совершенно, в которое оказывается именно что ненужное. Поэтому, когда говорят об инновациях, дается классическое определение, то это то, что востребовано рынком. А у нас какой-то крен такой фантазийный, может быть, это как-то связано с тем, что вы говорили, с космизмом, с особой ментальностью, не знаю. Но именно вот в этой теме и уже давно, много лет, потому что это сейчас несколько лет стали говорить об инновациях, но писать и появляться вокруг инновационного сообщества люди, это обсуждающие, это где-то лет 15, наверное. То есть вообще это настолько новая тема, когда концептуализирована была инновация, да? Да. Она и на Западе не так давно. Да, и причем это пошло, я хочу заметить, интересно, в основном в Европе очень любят развивать теории инноваций, инновации сначала такие, потом теория тройной спирали, потом, значит, кластеры, это ладно, потом теперь системные инновации, умная экономика с инновациями, умная специализация, а в Америке гораздо меньше вот этих теорий, но как-то больше дел. То есть такое ощущение, что чем больше об этом говорят, тем меньше происходит. А в Японии об этом вообще не говорят, а происходит очень много. Происходит много, но да, то есть опять-таки к вопросу о семиотическом замещении реальности, когда, так сказать, как Европа, начинает проваливаться в новом технологическом цикле, но тут же начинается разговор об инновациях. 65, 10, 99, 6. Способна ли Россия к инновациям? Лариса. Здравствуйте. Добрый вечер. Я тут хотела начать определение инноваций. На мой взгляд, инновация, она... Если... У вас радио не включено, Лариса, если можете выключить радио. А, нет, ага, понятно. Да-да. Инновация такой довольно широкий термин, а если брать его действительно к применению, к попытке применению, к чему-то конкретно, мне кажется, инновация такая вершина восьмерства. А мастерство, оно существует в каждой профессии. Каждый человек, который владеет своей профессией, стремится ее улучшать, снижение виванство. И, собственно, если брать сумму инновации как лучших достижений такой или иного мастерства, то, что вы хотите инновации с Востоком. Понятно. Лариса, очень плохо слышно просто. Ощущение, что откуда-то вы с полярной станции звоните там, так это вьюга, и связь, извините, плохо было слышно, но ясна идея. Ну, вот я не знаю, Ирина, как вам такое определение инноваций, что такое... Это какое-то мастерство. Акме, да, высшая степень мастерства. ну, это тогда получается, знаете, как я помню, один депутат сказал, инновация это все, кроме изменения цвета. Ну, как-то так, расплывчато. Ну, да, должна быть какая-то социальная платформа, на которой вот это все высшая степень мастерства отдельных людей может трансформироваться в какое-то общее социальное благо. Вот, а так, ну, каждый будет мастер в своем деле. И что? Вот есть, скажем... Ну, я подхвачу неожиданно, вы выхвачиваете слово чуть-чуть из контекста и скажу, что, наверное, причина, например, взрыва инновационности Европы в индустриальную эпоху, да, и как бы невероятно быстрого развития технологий, их адаптации, их внедрения, масштабирования, там, весь этот набор умных слов, который обычно сопровождает обсуждение инноваций, был связан с тем, что в Европе был огромный потенциал вот городских ремесленников, мастеров, которые численно были очень значительной долей общества. А вот, например, феномен американского взрыва инноваций в этом смысле не так понятен, да, то есть это было, скорее всего, связано с тем, что в Америке, думаю, что там была другая история, там был очень инновационный капитал, да, вот. Ну, считается, что туда приезжали энергичные предприимчивые люди, которые хотели новую жизнь, которые хотели изменения, европейцев с точки зрения своих способностей, но зато они были предпринимательны и очень дешевые деньги в Америке. Ну, да. Нет, и они хотели что-то изменить, иначе бы они не уезжали. Вот интересно, действительно, Василий здесь тему поднимает относительно ремесленных навыков, а в самом деле, вот мы как-то привыкли думать, что у нас тоже там мастеровые какие-то у них там волосы ленточкой перехвачены, ну, как тот же Тульский Левша. А вообще вот традиции инжиниринга, мне кажется, здесь очень много. Почему мы не можем сделать российский автомобиль нормальный, да, у нас нет традиции инжиниринга, потому что... Я вот одну историю расскажу. В Германии, я, по-моему, даже в эфире как-то уже рассказывал, но она, по-моему, все равно типичная. Пишет русский немец, который там жалуется в какую-то местную газету, но на работу его не взяли. Он был сантехником у нас где-то, ну, или, может, даже из Казахстана, вот этот Аус Зидлер, переселенец. Вот, пошел устраивать сантехником, ему дает задание какое-то, надо там завернуть какую-то, значит, гайку. Нужен ключ на 8. А ему ключ на 8 не дали. Ему дали ключ на 10. Ну, он, так сказать, не будучи, так сказать, дураком, человек из России, там, или откуда-то, подложил какие-то, значит, и ключ на 10 прекрасно предложился, так сказать, завернул, он ключом на 10 гайку на 8. Его не взяли на работу. Ему сказали, что вы должны были доложить по команде, чтобы вам дали ключ на 8. Вот, и вот он жалуется, вот они, сволочи, немцы, педанты, мастерового. Вот это вот вопрос об инжиниринге, почему в одном месте производят Мерседес, а в другом Ладу Калину. Мы вернемся после перерыва. Добрый вечер. Программа «Археология». Сегодня говорим с Василием Гатовым и Ириной Дежиной об инновациях. Способна ли Россия к инновациям? Являемся ли мы инновационной страной? Что мы дали миру по части инновации? Вот у меня такая первая вещь, которую часто говорят, в которой приходит на ум автомат Калашникова. А кроме автомата Калашникова, вот, так сказать, Василий здесь ракетную технику упоминал. Давайте посмотрим. Структурную лингвистику. Структурную лингвистику, да, если даже говорить. Вы знаете, у меня свой номинант на инновацию есть Чичиков, например, гениальный российский инноватор. Собственно, если подумать. Ведь, по-моему, русские в этом отношении очень такие хорошие изобретатели схем, так называемых. И вот мы в этом преуспели в 90-е, да и сейчас на мировых рынках. Вот Чичиков инноватор, Ирина? Инноватор в каком-то смысле, да, и он реализовал. Да, да. Да, согласен, согласен. Чеченские визовки тоже, собственно, инновация. Ну, послушайте, получается, что я вынужден спать каким-то патриотом на вашем фоне. Тут, да, русофобия летует. Даже не в смысле... Опровергните, Василий. Аж самому хочется. Нет, ну просто смотрите, давайте так, что инновация, на самом деле, вот тут Ирина, может быть, больше меня может сказать, конечно, связана с наукой. Есть связь инноваций и науки. И в свое время, еще Петр, ну, начиная от Петра, уж дальше тем более, особенно в советское время, у русских есть такая особенность, они все решают в рамках эй, дубинушка ухни, давайте навалимся все. с точки зрения численности людей, которые называются учеными, у нас, по-моему, до сих пор самая большая численность ученых людей. Нет, 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 нет. Мы уже там напятывали на что умеет. Но были. Были, да. Были, да. Были, хотя теперь считается, что в советское время что-то там подтасовывали. Да, ну, то есть, условно говоря... И точно сказать нельзя. Это совершенно... А число не обязательно умение, да, и самое главное, что вы можете взять девять женщин, они все равно не родят за один месяц. Но желание такое и есть. И, кстати, вот там Сколково в некотором смысле это один из типичных примеров. Давайте возьмем девять женщин и посмотрим, что получите. И заканчивая мысль просто про торопызничество и некое компанейщину всегда в этих вопросах. Понимаете, там невозможно, чтобы даже в большом народе таком, как русский, был одновременно разлит и способности ко всем наукам или ко всем дисциплинам. Потому что там одна из вещей, которые специфичны, это там воспитываемое обществом, ландшафтом, историей и так далее система когнитивных навыков, которые у нас есть. Вы понимаете, вот немцы, например, философы, музыканты, инженеры хорошие, бывают мало немцев, хороших художников, гораздо меньше пропорциональной численности огромного немецкого народа. По сравнению с итальянцами, которые совершенно не гениальные инженеры, совершенно не прекрасные мастеровые, но зато они гениальные музыканты, в целом народ гораздо более музыкальный и потрясающие дизайнеры. — Ну да, хорошо, вот Россия, в этой табеле, где тогда российское место? — Как вы помните, нам давали ответ, зато мы делаем ракеты и покоряем Енисея, также в области балета мы впереди планеты всей. Но есть у нас определенные виды способности. Почему не инвестировать в развитие национальных компетенций, определенных, которые, безусловно, есть? У нас... Слушайте, мы в космос полетели первыми, все равно. Да, сейчас у космоса другие, более практические задачи, нам не надо туда, не знаю, просто так ради дела. Нам надо там туда заделывать. У нас, на самом деле, потрясающая компетенция в области горной техники. До сих пор. Потому что никто не добывает в таких местах, где добываем мы. В конце концов, Норильск есть только у нас. — Ну да, вопрос только в том, нужно ли это экономически целесообразно. То есть мы умеем сделать те вещи, которые никому в мире больше не будут. — Атомные ледоколы никто в мире больше нас делать не умеет. — Ну, понимаете, ну вот вы приводите какие-то вещи, без которых, мне кажется, можно... Это такая, рядом до ледоколы, достаточно символическая вещь. Понимаете, без компьютера в мире сейчас не проживешь, а без атомного ледоколы, да и вообще себе в морпуть. На самом деле это не совсем так, потому что вот в частности дальнейшее развитие интернета, а особенно дальнейшее развитие трафика между Европой в целом и Америкой завязано на прокладку трансарктического кабеля. — Ну да, да, в Японию там что вывозить. — Нет, трансарктический кабель. — А, кабель. А, интернет. — А его не проложить без... — Без атомного ледокола. — И ни одного, скорее всего. — Ну вот такие какие-то... Ну да, я согласен с Василием, но все равно вот это какие-то такие уникальные, не очень понятные, не очень нужные вещи. Вот. Если бы мы зажигалку бик изобрели... — Да, смотрите, а дальше, например, парадоксальная история... — Ну это как царь-колокол, царь-пушка, это продолжает вот эту линию. — Царь-колокол, царь-пушка, царь-пушка... — Атомоход ледит. — Атомоход, да. — Атомоход, да. — Адамоход, да. — Ну дальше задумайте. У нас восемь... Я не помню точную цифру, но у нас там десятки процентов территории находятся в вечной мерзлоте. — Да. Правда, на 60, по-моему, если не ошибаюсь. — У нас... — За Уралом практически все. — Да, у нас... От глобального потепления мы будем страдать дальнейшего, больше всех. Потому что в первую очередь мы не знаем, что будет, когда начнет температура. Вот мы сейчас уже там несколько лет приближаемся к температуре плавления пермафроста, то есть вечной мерзлоты. Почему-то у нас все интересуются, когда снимут прекрасного ученого, между прочим, организатора Романа Гельфанда за то, что он неправильно... Гельфанда. За то, что он погоду, понимаешь, предсказывает неправильно. Но к его предупреждениям, что на самом деле доля России в глобальном выхлопе должна снижаться хотя бы ради собственного выживания, в том числе людей, живущих на вечной мерзлоте, никто не слышит. — Так инновация, к чему вы это говорите? — На самом деле надо придумать, что с этим делать. — А, в смысле челленджа. — У нас на вечной мерзлоте стоит 400-тысячный город. — Ну, у нас, да, у нас трубопроводы все на вечной мерзлоте, у нас Машка вся оттуда полетит, на Москву облаком. Это, конечно, да, большая тема. Напомню, телефон наш, студийный 651099,6, код Москвы 495. Способна ли Россия к инновациям? Дмитрий на линии. Слушаем вас. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Вот к разговору от инноваций хотел бы вам рассказать одну историю, которая сегодня со мной произошла. — Угу. — Пришел в магазин купить обычную строительную линейку «Урэй». Вот. И на вопрос продавцу «Есть ли у нас отечественная такая линейка?» Мне ответили, что отечественных нет, только Китай. Я говорю, ну а почему? Ну, в принципе, простой прибор. На что продавец очень интересно усмехнулся, как потом выяснилось по разговору строитель, говорит, а у нас еще со времен СССР мы такие сложные измерительные приборы не делаем. Вот. И как раз как бы вопрос. А может быть, не стоит так сильно глубоко к инновациям? Может быть, нужно какие-то самые простые вещи делать? — Да, да. Очень хорошая мысль. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Вы знаете, у нас вот был неделю или две назад кстати вот резидент Сколково дизайнер Пирожков. Такой достаточно известный дизайнер, который долгое время работал в Ситроене, в Ниссане там и вернулся в Россию. Греф его позвал и он стал резидентом Сколково. И вот он как раз говорит, мы с ним похожие темы обсуждали. Говорю, хорошо, а что Россия может сделать? Говорю, знаете, Россия должна делать простые вещи. Вот, скажем, не надо нам гнаться за сложности. Вот, скажем, что мы хорошо сделали? Кстати, к вопросу о нашем вкладе. Нива. Автомобиль Нива. Вот против Нивы я тоже, кстати, в общем-то ничего плохого не скажу. Которая прекрасна своей простотой. Ну, собственно, тот же мой автомат Калашникова, который я отдельно о нем скажу. Мне не нравится то, что Россия в мировую культуру внесла автомат Калашникова, а не вакцину против СПИДа, к примеру. Вот. Ну, ладно, это отдельный разговор. Но автомат Калашникова тоже интересен своей простотой. Вот. Так что вот я согласен с Василием в том, что простые вещи должны быть. Да. Я вспомнила простую вещь, которая наша инновация, но не широко распространена. Контактные линзы. Наши контактные линзы лучше импортных. Это какой-то уникальный материал, который был позаимствован из нашей оборонки. Но другое дело, что они в ограниченном количестве выпускаются. Кто об этом знает, кто мог сравнивать, намного дешевле. И замечательно. Рекламирую. Понятно. Способна ли Россия к инновациям? 65, 10, 99, 6. Код Москвы 495. Василий на линии. Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, я вот сейчас напрямую просто связан с проблематикой инноваций. Поскольку я занимаюсь энергоудитом, энергоаудитом. Энергоаудитом. Да, да, да. И попытки внедрить энергосистемную технологию. Знаете, вот очень парадоксальная вещь получается. Все говорят то, что да, но никто в это не верит. Никто не хочет. Естественно, конечно, кто-то хочет, но по крайней мере косвестность мышления людей продавить. Ну да. Понятно. То есть вот они вот на уровне там научной фантастики научной популярности таки понимают, что это необходимо. Вот. Когда начинают считать, тоже понимают, что это будет, в принципе, эффект. Вот. Но все равно, почему-то не нет. Понятно. Спасибо. Да, вот хорошая точка зрения. Вы знаете, вот по такому параметру, Ирина, вот насколько Россия проходит восприимчивость к заимствованиям. Есть такая пословица, что французы, была она раньше, в 19 веке, французы изобретают, англичане делают. То есть вот, скажем, они более восприимчивы. А вот Россия восприимчива к заимствованиям? Восприимчива ли вообще к инновациям наша культура? Надо сказать, что то, что пытаются делать... Ой, нет. Вообще, конечно, мы с этим словом инновации, оно очень сильно запутывает. Ну хорошо, изобретение. Если как мы, как потребители, скажем, мы потребители там мобильных телефонов, почему-нибудь восприимчивые. Взяли и все пользуемся. Другое дело, что, например, если заимствуются какие-то подходы и методы, как стимулировать инновации, мы постоянно заимствуем зарубежный опыт. Постоянно. В основном, все 20 последних лет это так или иначе попытка заимствовать зарубежный опыт. Да не 20 лет, Рина, но лет 400, по-моему, со времен, там, я не знаю, Ивана Грозного, пороховой революции. Я говорю, вот этот постсоветский, где все-таки более открыто стало и понятно, откуда и с какой стороны, что заимствуется, почему выбрали. Тут можно сказать, что это скорее не успешно, чем успешно, потому что это все попадает в наши условия, которые радикально все-таки отличаются, и в том числе и по менталитету. И все. Это иногда и играет в худшую сторону. Ну да. Василий, вот вы как скажете, Россия вообще может быть в этом смысле такая страна копировальщиков, потому что мы достаточно неплохо воспринимаем западные технологии и методы. Вот действительно, я вспомнил Ивана Грозного. Смотрите, пороховую революцию с Запада взяли, взорвали Казанскую башню, началось расширение этой самой системы Казанского Кремля, началось расширение российского государства. Взяли организацию там полицейского государства в России. Фактически мы вот уже от царя гороха и воспринимаем, собственно, копируем западные технологии. У вас копировальщик тогда не стыкуется, что у нас нет инжиниринга? Понимаете, ну да, не стыкуется, потому что на самом деле как раз не так уж и плохо у нас с инжинирингом, потому что это не самое сложное в науке научиться делать вещи по шаблонам или калам. Ну не в науке, а в массовом производстве. И в массовом производстве тоже. Почему же мы Тойоту тогда не можем собрать нормально, а японцы могут? Японцы копировали уже сто лет. Нет, смотрите, просто в определенный момент времени, когда началась ускоренная индустриализация, понятное дело, что во всех других странах мира, подчеркиваю, не зря сказал вам про огромные европейские возможности мастеровых, и без того довольно способные люди были поставлены к станкам и машинам и кульманам делать что-то, что индустриально возможно. А у нас кто встал к конвейеру газа? Крестьяне, которые, извините, гаечный ключ первый раз в своей жизни увидели в ПТУ или там как это Фабзавуч называлось. Вот. То есть первое, что были проскоки через эпохи, индустриальные эпохи просто. Второе, нет, смотрите, второе заключается в следующем, что в России на самом деле несколько культур. Есть культура очень восприимчивая к инновациям, даже излишне восприимчивая, то есть культура городского образованного класса, которая не только воспринимает инновации, но еще и страшно расстраивается, что других не воспринимают. Ну это да, элитная модернизация такая вербушечная. Есть как бы вторая Россия, это Россия больших городов, которая по Кумеков так вот это самое, через какое-то время тоже говорит, ну что, неплохо, прикольно с пивком около подземного перехода, да. и есть третья Россия, это Россия, которая на самом деле забита своим существованием, тысячелетней нищетой и беспросветностью, в которой на самом деле лампочка Ильича была самой главной инновацией за всю ее историю, вот, а сейчас самая главная инновация, что оказывается пенсии пересылают по телеграфу. Ну да, но здесь да, и это и это наша как бы на самом деле национальная трагедия, да, по большому счету. Мы очень большая и очень разная страна, в которой еще выживаются несколько укладов. Согласен совсем, кроме одного, что у нас крестьяне встали к станку, понимаете, они везде встали к станку, собственно, процессы урбанизации тут никто велосипед не изобретал, как немецкие крестьяне во время бисмарковской урбанизации и индустриализации становились к станку. Сергей, когда это было? 1870-е, а когда это было в России? Нет, ну, понимаете, они уже тогда, в течение 20-30 лет, уже в начале 20-го века заводы Сименс выдавали такое качество, которое не снилось никаким российским крестьянам, ставшим станкам, примерно в те же самые десятилетия. То есть, понимаете, здесь, видимо, все-таки дело в каком-то культурном коде, которое не позволяет нам быть хорошим, так сказать, инжинирингом и вообще воспринимать новизну. Я не знаю, вот я думаю, Ирина, может община крестьянская, что мы отторгаем вот это вот все новое, может быть, что у нас ресурсов слишком много. Вы знаете, насчет крестьянской общины не скажу, но вспомнила, читала результаты исследования, согласно которому, значит, российскому человеку очень противно следование каким-либо регламентом. А раз не следуешь, не хочешь следовать регламентам, вот эта вот структурированная работа, в том числе и в инженериевных компаниях, все это уже не проходит. Вот одноразовое изобретение, да. И при этом, так сказать, не следование регламентом, а вот ключ там 8, 10 и прочее, вот такая вещь, это предмет гордости. Приветствуется, да. И как же так, наказали, сказали, что вот немцы там, это как раз вот это вот столкновение двух интелитетов. Левша, да, опять же, это не следование регламентом. Не было в регламенте блохи, ее, так сказать, она же танцевать-то перестала. Зато вот он натянул нос иностранцам. Давайте тогда договорим до конца и вспомним Самуэля Хантингтона и скажем, что единственное, чем на самом деле мы отличаемся, давайте так скажем честно, это то, как у Хантинга названа наша цивилизация, она называется ортодоксальная цивилизация, проблема религии. И, условно говоря, архаичная структура отношения, вот эта вот феноменология левши и отрицание системности, дисциплинированности во всем, кроме церковной десятины и причастия с исповедью, и католические страны по этой же причине испытывают. Василий, а вы очень, очень, по-моему, верная вещь здесь говорите, абсолютно согласен, мы подходим здесь. А как духовные скрепы совместить, да, ну, давайте, как бы поставим какому-нибудь епископу Сколкову руководить, он там такую инновацию наведет. Да, нано, нано-иконы будут делать с нано-напылением. Еще раз, у меня нет никаких претензий к православной вере, но проблема заключается в том, что есть институт церкви артоксальной, который, на самом деле, действительно очень архаичен и помещенный в общество, которое, на самом деле, ориентировано в постиндустриальную эпоху, никто не понимает, как она может не совместить. Ну да, может быть. Но при этом у нас очень атеистическое общество, по крайней мере, вот в классе, так сказать, активных потребителей инноваций. Атеистическое, да, но с другой стороны, вот именно восприимчивость к новизне, да, восприимчивость к инновации, к внедрению вот этой инновации, она может быть, идет, вот я абсолютно здесь соглашусь с Василием от такого вот патриархальности, консерватизма, опять-таки, который сейчас проявился в политическом профиле нового путинского срока. Вы знаете, последнее, о чем я хотел поговорить, у нас буквально полторы минуты в эфире, я извиняюсь, я вижу, что много людей очень звонят, не успеем мы принять все звонки, но уж больно тема интересная получилась. Политическая корреляция. А коррелирует ли как-то политическая свобода с восприимчивостью к инновациям? Ну да. Ну гораздо слабее. Мне кажется, знаете, опять же интересно, китайские университеты считаются сейчас, что никогда не войдут в рейтинги самых лучших университетов. Почему? Потому что там нет академической свободы. Академическая свобода это возможность свободно критиковать, в том числе и политические решения. Это ограничивает творческое мышление. Все, это никогда не будут в виду. Вы знаете, да, вот я тоже то, что сейчас почитал, очень интересно, что толерантность к разнообразию в обществе, она коррелирует с толерантностью к изобретениям. И космополитичные страны гораздо лучше воспринимают инновации, чем жестко националистичные. Вы знаете, и последнее, на Виттенбергском соборе написано было, да, в 1517 году. Да, да, может быть, мы опять все-таки вернулись к этим хантингтоновским цивилизациям и культуре. Я хочу, может быть, немножко неожиданно закончить таким очень печальным эпизодом. Вы знаете, у нас 2013 год Мисс России сбрали татарскую, ну, полутатарскую девушку у нее, она по отцу татарка, Эльмира Абдразакова. И ее затравили совершенно наши националисты-фанаты за то, что она не той внешности татарской. Так вот, толерантности к инновациям. Это была программа Археология.